А вот детский симфонический оркестр, единственный в области, впервые выступил на большой сцене. Это произошло накануне вечером на отчетном концерте самой большой Тюменской школы искусств «Этюд». Сегодня в ней учатся 3200 человек. Они представили все музыкальные и хореографические направления. Марина Климович подробнее. Детский симфонический оркестр для школы искусств «Этюд» сегодня вишенка на торте. Выступления этих музыкантов оставили для закрытия отчетного концерта. Это репетируют самые маленькие участники от 8 лет. Андрюша играет на теноре. Чтобы было не тяжело, у него есть ремень на шее. Женя с флейтой, а Каролина со скрипкой. Трио будет солировать в одном из номеров. У нас сегодня концерт отчетный, и мы будем играть песню «Танец маленьких утят». За кулисами так спокойно, что даже не верится, что скоро им выступать. И только руководитель оркестра Александр Молоков признается, он переживает сильно. Шутка ли за год собрать и свести во едино огромный коллектив. В детском симфоническом 60 человек. Все они учащиеся и даже преподаватели «Этюда». Главная проблема была собрать всех вместе на репетиции. Мы искали, конечно, репетиционное время и нашли в субботу в 8 часов утра. Больше времени нет. И поэтому мы собираемся в 8 часов, и репетиция заканчивается в обед. Без перерыва. И дети маленькие тоже тяжело заниматься. Помещение маленькое. Детский симфонический создали ровно год назад. Тогда отпраздновали 50-летний юбилей школы и поняли, у них есть все необходимое, чтобы сделать такой масштабный проект. Посмотрели, подумали. Скрипачей достаточно. Духовики есть. Это основа симфонического оркестра. И решили, что у нас получится. Симфонические – это когда разные инструменты собраны воедино. Специальная рассадка, чтобы видеть дирижера и правильно звучать. Сегодня было представлено 4 пьесы. Зрители в большинстве своем – это родители учеников – искупали музыкантов в овациях. Марина Климович, Александр Вележанин. Тюменское время.